Ограничение или нет. Good luck, have fun, команды готовы. Мы начинаем. 0-0, Cobra International против команды End. Best of 3 напоминаю, то есть до двух побед. Если что, если трансляция будет как-то лагать или что-то подобное, то вы помните, что на Dota 2 TV тоже можно посмотреть. Зрители открыты, может и заходить, там тоже 2-минутный дилейк, как и на стриме. Вот уже репорты, репорты идут. Ну и ждем. Дорогие, скоро время не загрузится. Интересно, удивят ли нас чем-то команды, как они с прошлого турнира улучшили свою игру или нет. Будет интересно на это посмотреть. Ставятся паузы какие-то. Видимо, игроки очень долго грузятся. Ну все, игроки готовы. И мы начинаем. Итак, пошли первые баны. Кобра Интернешнл и Анал Дистракшн. Вот так вот переводится аббревиатура Энт. Надо сказать, переводится она не самым лучшим образом, но что имеем, то имеем. И в баны сразу выходит Тайтхантер с Алисером, дефолтные баны. Далее сейчас идут, скорее всего, Бремастеры, думает. Ну и всякое-всякое противное, нехорошее. Давайте посмотрим, посмотрим, что же уйдет в эти ферст-баны. Скорее, мне больше интересно, что возьмут ферст-пиками. Будут ли это Скаймаги, ну и вообще любые другие сильные саппорты. Это Даззл. Не знаю, почему именно Даззл, но, видимо, есть какая-то связка под минус армор. Возможно, появятся какие-то Слардеры, Темплар Ассасины и тому подобное. Шейкер с Кентавром заходят от Кобры. Очень мощные станы, очень много дизейбла, пикнули. Играет тут Страйк Про. Не знаю, тот ли это Страйк, что на прошлом турнире выдавал демки-мувики за Шейкера. Если это так, то у нас ожидает хорошая игра. Кентауэр очень сильный оффлейнер. Думаю, многие со мной согласятся. Ну и пока выглядят Кобры все так агрессивненько. Думаю, особо фармящие персонажи пикаться не будут. Возьмется что-то на мидгейм. Что-то типа виверов. Не знаю. Некропус в те времена заходит от No Destruction. Думаю, это будет Некропус мид. Часто я вижу мид Некропуса в последнее время через ПТ даггер аганим. Там, не знаю, догон вдобавок. И очень-очень быстро можно фокусить любого персонажа и оставлять его без байбека на долгое время. В лейте это вообще доходит до сумасшедших цифр вроде 120 секунд в таверне. То есть персонаж на самом деле очень очень жесткий. Но опять же сейчас очень классно Кобре будет пикнуть Опарэйшена. Если аппарата Энда не забанят, то это их очень сильно очень сильно подконтрит так. Потому что у них очень много хила. Некропус вообще от этого хила ну очень сильно зависит. Наш на самом деле из-за этого и противный, что его очень трудно слить. Он очень неживучий и он постоянно хилится. Ну посмотрим. Тратят резервное время уже команды. Четвертый бан это Omni Knight. Omni Knight. Хм. Неоднозначный довольно-таки бан. Хотя нынче Omni Knight популярный, но всё-таки. Не в бане Брюмастер. Это я замечаю и даже даже не знаю, почему ни одна не вторая команды Нага Сирена. Ого! Ожидал я увидеть тут не такого фармящего героя, но ошибался. Скорее всего, это ну, я думаю, это керирующая Нага, хотя не факт, но мне так хотелось бы думать. и получается Шейкер с Кентавром будет что-то вроде создавать пространство Space Created для Наги, давая ей расфармиться, а потом Нага будет мучить команду врага в мидгейме. Shadow Shaman заходит к Эндам, в итоге у них получается крайне агрессивный пик, такие три персонажа с маг прокастом. в самом деле очень рискуют, мне кажется, энды, но против Наги, против Наги нужны очень персонажи с... ну, которые могут цеплять на ренже. Бэтрайдеры, не знаю, клопверки, может быть, любые, любые персонажи, которые могут прыгать и цеплять. Например, Shadow Shaman с Даггером. Вполне можно справиться с этой задачей. Доспрофи в теореме заходят к Кобре, это... уже могу примерно расположить линии, что это будет ДП в миде, Нага в лёгкой с Шейкером, Кентавр в оффлейне и даже, возможно, появится какая-то Энигма у Кобры. Не факт, конечно, но может такое быть. А, может быть, появится какой-нибудь второй саппорт. Не в бане, например, Дисраптор, который может затыкать и Дазла, и Shadow Shaman, то есть грамотный статик Шторм может очень-очень сильно подпортить жизнь, скажем так, Эндов. Ну и что? Четвёртый пик. Ну и пока у Кобры всё смотрится в разы лучше, у Эндов довольно неоднозначный пик, но не значит, что хуже. Это только лишь с моего. с моей точки зрения так. Я даже как-то заплетаюсь, не могу правильно сформулировать. Только лишь с моего субъективного времени. Ой, господи, субъективного мнения так. А на деле может всё оказаться иначе. Мне интересно, что возьмут четвёртым пиком. Мне кажется, надо брать Бэтрайдера какого-то и убивать либо ДП, либо Нагу-Сирену. Если этого не произойдёт, я не знаю, чем восстановлять Нагу. Либо надо взять что-то, что сбривает иллюзии Наги быстро. Это Тимберсо, может быть. Тут просто нужен оффлейнер. В оффлейне Тимберсо этой задачи справляется на ура. Возможно, это... Ну, в принципе, у Е-Нюки есть. У Шадоу Шамана, у Некропуса по Нюку, которые могут сбривать Наги-Сирен иллюзии, но вечно они с этим справляться не смогут. Это Undying. И сейчас я могу точно сказать, что Энды будут планировать закончить игру минуты... минуты на двадцатой, на двадцать пятой. Если Кобра продержится, если Кобра выстает и ненавидит лишний раз, то в лейте они выиграют. Да даже не в лейте, на минуте сороковой я уже не знаю, чем... там, на минуте даже тридцать пятый, я не знаю, чем убивать Нагу-Сирену, Дос-Профит такими героями. С появлением БКБшек, с появлением пары артов все персонажи у Кобры будут невероятно сильные. Поэтому я бы сказал, что Энды идут волын. Банят Лондруида, дабы не было пуша, но тут пуш ярко выраженный, в принципе правильно забанили Лондруида. Вполне может появиться тут и Фурион, почему бы и нет. Но тут скорее нужен кто-то фармящий. Все-таки Андайм пойдет скорее всего в оффлейн, Некропа Смит, и к саппортам нужен кто-то давящий. Будет ли это какой-то Слардар под Дазла, непонятно пока. Непонятно, но Слардар уходит в бан от самих Эндов. Вот это непонятно, вот это вообще не ясно. Возможно, они хотели пикнуть, но забанили. Ну, Слардар никак не подходил к Кобре. Кобре нужен второй саппорт, либо же Лесник какой-то. Не ясно. Не ясно. Ну, что-то на пуш надо взять Эндом, я даже так не могу сходу сказать, кто им нужен. Подождемся мы просто пика и посмотрим. Что-то я еще немножко не проснулся, встал буквально пару часов назад, голова еще кругом, поэтому не замечайте, что тут пока будет такой ни рыба, ни мясо. Ну что, ласт пик, ласт пик у Кобры резервное время тратит резервного времени достаточно, подумать времени более чем есть. Но нужен саппорт. Нужен саппорт. Я почему склонюсь? А, Энштопорейшн. Да, говорил я об этом персонаже, совсем я про него забыл уже за это время. Энштопорейшн контрит тут просто классно всех. То есть, тут, ну кроме Shadow Shaman, пожалуй, тут и Undyne не похилится, и Некропосу будет тяжело, и Дазл не похилит, так еще и механизмы, которые либо Undyne, либо Некропос скупят, будут неэффективны в определенном моменте. Если Ice Blast хороший залетит, конечно. 25 секунд у Уэндов, и вот мне очень-очень интересно, что же возьмут они. Может быть, это какая-то кирирующая Vengeful Spirit будет, в принципе, на пуш, то может сработать все равно, как я вижу, они олыни. Очень серьезно, причем олыни. Это тролль Варлорд, да, это тролль Варлорд, тоже такой персонаж. На пуш, в принципе, юзабельный, даже очень юзабельный. Хороший ранний керри, ну, посмотрим, посмотрим, мое мнение, что Кобра перепикали. У Кобры все по пику гораздо лучше, включая сразу Крипстат. Ну, я озвучу ее. Кто на ком играет? Лов играет на Центавре, Хонг Джи Ви играет на Ancient Operation, Асуна и Котор играют на Наги Сирени, Резер Заслеер играет на Death Prophet и Страйк Про играет на Earth Shaker. Задайр играет команда Кобра International. За Рейдент у нас играет команда Энд Крыса играет на Некропосе, Люцифер играет на Трой Варлорде, Холли Полония играет на Shadow Shaman, Big Russian Boss играет на Дазли, и Кроу играет на Андайнге. И тут сразу вардить, в камере HomeGV уже бежит ставить вард на руну, контролить руны, А тут никуда не спешат игроки эндов, никаких смоугангов у нас не ожидается. Все спокойненько стоят по лайнам. В самом деле пока не стоит ничего озвучивать, мало ли кто-то смотрит стрим, подсматривает, хотя если честно, я не совсем понимаю этих людей, но это не очень круто с их сторон. Конечно, контролит у нас руну богатства или баунтируну Хонг Джи Ви и уходит. Уходит, причем уходит в хард, в трипл хард, шейкер, нага и аппарат. Не ожидают, скорее всего, конечно, энды, а тут своя трипла, тролль-варлорд, шедушаман и дазл. На самом деле, я не знаю, зачем кобры идут в хард с нагой, вполне могут они и очень сильно тут получить по лицу, причем очень-очень сильно, нага, я не скажу, что сильно юзабельна в начале, но дазл уже начинает разминать, тут три ранджевика против двух милишников и одного ранджевика, то есть, тут, на самом деле, противостояние, я бы сказал, не очень, кто оцепляет терением дазла, очень сильно под черенитачем разбираются с дазлом, и это ФБ, ФБ забирает нага, и у наги сейчас все отлично, асунэнткотор получает дополнительные четыреста монет, это проблема, этого не стоило делать, скоро получат вторые лвла на линии кобра, а вот со вторыми лвлами уже все будет, конечно, попроще, это был лишний фраг, ошибся тут дазл, в миде у нас Резер заслайер против Некропоса, ну, Резер мы видим пока переигрывает, и мне кажется дальше так и будет, все-таки Некропосом посложнее скрипами обстоят дела, качается через через пассивку, то есть без без садиста, ну, посмотрим, ну, и тут у нас противостояние кентавр против андайинга, мне кажется, забрать друг друга они тут навряд ли смогут, есть только андайинг много силы высосет у кентавра, возможно, кентавр и подстрянет, но наверное умирать тут ни один, ни второй не собирается, но еще раз повторюсь, есть только кентавр очень сильно андайинг если очень сильно не растакает сил в себе ну и продолжаем смотреть самое интересное у нас будет конечно же на боте трипла на триплу и пока что трипла эндов очень сильно втерпает очень сильно благо тролль-варлорд может подфармливать с ранжи иначе было бы совсем все туго от каких-то крипов пытаются ластхитить но все-таки все хорошо у наги и поэтому все плохо у эндов и пока все стоят баунтируна валяется на топ руне никто не контролит ботал уже летит дес профит да, я так понимаю да, ботал уже летит некропуса 800 монет не покупает он пока ни ботал ничего пора бы наверное ботал бы тут пригодился ну и мы видим дес профит уже отпивается а маны у некропуса уже осталось не так много тот крип противный который вы видите да, где он стоит с ним постоянно возникают проблемы при отводах не люблю этого крипа бегает мы этого крипа крип называется подстава ну что, контролит рунное богатство Редзор ну и игра притихла ферст блат очень ранее был оформлен еще до первой минуты но на этом пока все закончилось пытаются как-то кобры заходить вот шейкер привел крипов к наге и пока ничего особенного не происходит фармят одни фармят другие опять же все хорошо у наги сирены если так продолжится еще допустим минут 10 то с нагой возникнут большие неприятности то есть эндам нужно побыстрее побыстрее выполнять свои core айтемы и наступать видим некропус уже начинает очень сильно получать четвертый сворм а не третий извиняюсь третий сворм все равно очень больно и некропус 1500 монет неужели это будет медас да это хендов медас я без понятия почему почему медас в таком агрессивном пике этот медас сейчас выйдет очень сильно боком вылетает шадо шаман по-моему некропус совершает ошибку медас он очень сильно сейчас помешает помешает медгейме эндам мне кажется не успеют этот медас реализовать выходит также аппарат не знаю что случилось бред с дотой у меня лично 97 пинга не знаю все хорошо поэтому не знаю что за бред с дотой надеюсь что все исправится хотелось бы еще дополнительных технических неполадок ну что ж посмотрим по лавлам тут все третьи ну естественно далеко друг от друга отходить не могут тут четвертый люцифер на тролле варлорде у него все более-менее нормально хотя 13 крипов хотелось бы и побольше на самом деле на фармящем тролле не переключается аппарат и все мы продолжаем что ж пока не ясно не ясно что собирается делать с эндой мне казалось что это должна была быть ранняя агрессия минуты на 15 и как пойдут с медасом с некропусом некропус все-таки это корт персонаж ему важно какие-то лучше бы это была бы мека скорее всего постовая но нет вот из профит все все архи круто пятая минута еще и регенчик в ботле сейчас постарается задуть еще с вормиком нет не получилось но в любом случае тапок боттл нулик и 700 сверху это это здорово приходит ондайнг на бот решили свапнуться оставить тролля против кентавра решили решили так поступить скорее всего он дайминг будет выфармливать мекку в этом случае а троллю решили дать покачаться кстати тут смоу гангте времени выход некропуса некропус не подстреет он под вышкой сильно запушена линия ну тут на самом деле я немножко не рассчитал да тут вторая фиссура тут третий сворм очень больно вошло в некропуса это какой-то кошмар стояло 300 хп и снесли просто с двух нюков я не знаю что происходит почему-то игроков дропает с игры без понятия что случилось что с дотой почему у кого-то дропает почему у меня шадов шамана хм что-то полагает не знаю 100 пинга вроде стандартный пин для Люксембурга я не знаю хм хм нет ладно не стану написать я думаю об этом знают игроки ну и что ж надеюсь эти проблемы сейчас пофиксятся потому что не хотелось бы чтобы шадов-шаман всю игру влетал я лично не знаю кстати шадов-шаман без нюка да ну и счет 2-0 пока что у кобры все круто фраку дес профит фраку наги сирены причем ферст блат уже 1200 сверху ботла ну и будет уфан так хекс ну такое себе нападение я не знаю как тут собирались нападать игроки команды чем нападать не имеется нею кстати стомпит тем временем тролля хорошая фиссура должен быть дабл-эдж от кентавра дабл-эдж и надо сделать одну тычку да шейкер добивает тролля это уже 3-0 умирает фармящий персонаж команды энд и пока что тут отдача по одному причем совершенно ненужная отдача при пике эндов 7-ая минута 3-0 приходит у нас на бот шейкер который только что сдал фраг у шейкера уже поларкан есть с арканами будет все вообще в разы проще андаин встреет чилингтач ставит тамбу и надо уходить надо уходить возможно шейкер и не уйдет отсюда нет шейкер ать ать шейкер уходит 5 хп 5 хп ушел шейкер а тут умер даззл какая неудача ну там зомбик не успел добежать сделать тычку в любом случае под чилингтач в это время забрали даззла а и то что ж такое саунд окей со звуком какие-то проблемы окей со звуком какие-то проблемы произошли только что не знаю не знаю что пытались сделать что это за нападение через хекс как собирались забирать у даззла нету поезон тача у шадоу шамана нету эзершок я не знаю честно там стычек нагу пробить тяжело у него 7 армора плюс щиток ну что у кентавра даггер через 900 монет там где-то через ну да через 900 этот кентавр будет проблем уже 4 дабл эдж второй стом и хотят сделать выход сделать выход вижн разбили кентавр знает о том что стоят два саппорта скорее всего тп ушки уже готовы тирением даспрофит забирает через экзорцизм скорее всего а нет даже без экзорцизма через дабл дэм забирает даспрофит тавер тут тирением забирает андаинга как так они встриют я не знаю выход в кентавр и он спает проюзать стомпит вот это да 5-0 и начинает гнать дальше эндов умирает тут скорее всего шадоу шаман недолго он тут проживет крипы его сейчас скорее всего догрызут да умирает шадоу шаман свором никуда приходит некропос 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 убивает даспрофит ну хоть так размочили немножко счет энды пытаются зацепить кентавра но кентавра думаю не подстрелять хотя что делает кентавр что-то кентавр тут несусветное творит в итоге умирает кентавр тоже хотя с собой забирает тролля в принципе неплохо разменялся сейчас становится 7-2 и опять же нага сирена 2500 нага сирена 2500 происходит все это дело без нее совершенно а спокойно стоит фармит на хардлайне и то не мешает кстати прошлый фраг забрал вроде как шейкер когда убивали андаинга ну что андаинга арканы арканы базилка некропос с медасиком нафармил уже себе пт пт 500 сверху но не знаю мекки мекки покажет даже и намека нет десятая минута как собирать реализовывать пик энда я без понятия до сих пор их же размажут в гейме нага сирена не оставит шансов особо юлечки почти у доспрофит имеется доспрофит имеет счет 1-1-1 все в принципе у нее неплохо открою я уже нетворс уже идут файты во все ну и увидите по нетворсу нага сирена впереди планета всей фармит 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 до сакрита остается 600 монет или сколько он там стоит сакрит 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 нет 800 я ошибся на 200 монет я ошибся имеется экзорцизм пока не юзают в принципе еще не было экзорцизма за игру вроде бы как либо у меня куриная память пытается тролль выйти в какой-то доминатор купил он морбит маску пока у меня много вопросов кэндом на самом деле до даггера кентавра остается 250 я не знаю кентавр с даггером начнет творить очень сильный экшен транквилы стики все что требуется кентавру решил просто продать стик купить даггер мог в принципе уже и дофармить но решил купить сейчас и будет ли он сейчас его реализовать ульта аппарата не попадает ни по кому и врыв врыв на дазля дазля нужно стереть стерли дазля надо уходить надо уходить под тамбой драться не следует кентавр встреет кентавр уходит уходит тут кентавр проюзный экзорцизм далеко давят эндов ну ладно убивают аппарата не стали тут никак на развороте драться нага фармит шейкер мне интересно где а шейкер только сейчас начинает тпшиться с шейкером было бы конечно все здорово 6 левел так некропос а почему не было фиссуры почему не застанели ну окей не стали видимо рисковать очень слабо доспрофит тут отхилилась и надо уходить надо уходить отсюда я думаю даже через эхаслэм да встреет шейкер не знаю что он тут пытался сделать надо было сразу уходить отдавать тайвер за деф это было крайне тяжело стомп кентавр провезет никуда до остается он без маны надо ему уходить с блингдагера но нага сирена уже 12 минута с акридом практически имеется у нее радианс с радиансом начнется грязь начнется очень жесткая грязь шаду шаман кстати максит шейклс вместо хикса не зашок ну не знаю не знаю ну в любом случае шаду шаман 5 левел 13 минута ну все конечно не так плохо но далеко не так хорошо как хотелось бы 11 левел у некропаса благодаря медасу кстати выходит он в блудстоун на мое удивление это не мек это просто блудстоун даже не аганим хм ну интересное решение интересное конечно шейкеры все все очень круто 7 левел уже арканы стики 200 сверху будет выходить тихонько в даггер как-то аппарэши мне интересно будет выходить ли он фаст аганим будет ли это айсбласт на 17 секунд или же нет или же купит он арканы какие-то или урну кстати урны нету по моему ни одной ни второй команды если в случае с коброй это еще ладно то в случае с эндами я не понимаю почему покупают андарик выходит потихоньку в меку до механизма остается меньше 900 голды ну и нага контролит инвиз выходит фармится на топ забывают про нагу совершенно занимаются энд чем-то своим фармят какие-то свои итемы ожидают они видимо что перефармят нагу но не знаю либо пытаются дожатся каких-то core айтем ну не знаю можно и назвать блудстоун на некропосе первым итемом после не даст спт каким-то core айтем не знаю что даст джунстон ну типа ну да реген типа маны хп ну да пожирнее будет некропос по сути это сильную игру не изменит как мне кажется летит айсбласт айсбласт по двоим стан и тут все хорошо проворачивает кобра это скорее всего минус 3 да это 100% минус 3 отлично тут все делают счет становится 11-4 на 15-й минуте пока что разгром получают с этого кобра 1200 золотых ну я не знаю что собирается делать до сих пор радианс уже вот-вот летит уже вот он летит радик нага начинает радианс нет теперь идет выход в аппарат а скорее всего заберут его да минус аппарат доминейтинг у некропоса кстати 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 4-1-1 имеет некропос как бы я грубо говоря не флеймал командент некропос это все нормально двенадцатый левел много денег курьер тайную лавку покупать скорее всего виталити бустер какой-нибудь вот он радик тона нага 16-ая минута тайминги просто отличные ну и что ж пушит т2 по боту команда энд находятся они тут кроме кроме дазла все хороший слип надо отжимать и все отлично тут проворачивают кобра это минус 2 в секунде ставят неплохие змейки но змейки не помогают и в итоге это пока что 3 в 1 цепляют некропоса некропос встреет очень сильно 4 в 1 даблкил рейдер за слайдер ну все все грамотно подцепил тут асуна то есть подцепил никнейм асуна цепанул тут хорошо в слип троих в итоге в итоге в секунде убили двоих благо андамик успел поставить там воду и от этого сделали фраг на шейкере но шейкер отделались малой кровью в любом случае 4 в 1 еще становится 15-6 по деньгам мне интересно посмотреть 4000 после этого файта и преимущество будет расти нага уже начинает видеть что делать уже после радика имеется 1200 нужна аквила скорее всего в наге сирени не знаю почему аквилу тут асуна не купил потому что потому что регенить ману то нужно понятное дело что боттл есть но помимо этого не хватает какого-то все-таки эмпэ регена чтобы постоянно спамить иллюзиями ну вот иллюзии начинают расходиться по лайнам расходиться в лесах начинают очень жестко фармить тут еще и пропирается на руну иллюзий нага и иллюзии everywhere начинают тут гореть саппорты все начинают гореть линии начинают сильно пушиться и потихоньку потихоньку Энди заходит в осадное положение да Некропус пытается пытается как-то где-то выформить свой Блудстоун я пока все равно не понимаю как как это перевернет игру вот Блудстоун грубо говоря готовый имеется остается дофармить всего лишь 50 монет а вот нага а вот что делает нага нага просто иллюзиями убивает шадоу шамана бесконтактный бой демонстрирует тут Асуна летит уже что-то к наге к наге летит травола конечно же совсем я забыл травола уже летят и эта нага начинает очень жестко спидпушировать имеет еще реген в банке можно его в принципе сейчас проюзать после этого пака крипов и переместиться на какой-нибудь лайн пойти спушить что-то подфармить вражеские леса пока что контроль карты ну вот вы видите все леса все все контролируется практически кобра интернешнл вот тусят они возле Т2 радиентов совершенно не дают никого пространства командиент доспрофит уже делает тараску кентавр выходит в пайп уже летит худ скорее всего да это готовый худ для кентавра делает пау трой варлорд не встреет трой варлорд выходит в бкб ну и что как теперь драться с коброй а кобре теперь и не надо драться кобре сейчас будет просто ходить по линиям что-то пушить или зачем проюзан ультиммейт я не знаю а понятно пофармить теншотов тут теншотов настакли для тролля ну окей тролль сейчас немножко по нетворсу поднимется бесспорно это плюс для эндов но не знаю как спасительно или нет нага сирена после тревелов уже 1500 очень жесткий фарм плюс падает тайвер разбирает тайвер рейндж топорейшн да выходит он фастаганин дискотека у кобры интернешнл под тир 1 дайвер ну да есть чему радоваться пока что все по игре складывается нехорошо боже остается рецепт без профита у редзера до тараски ульта аппарата хорошая ну нет в принципе не такая хорошая совершала только по одному дазлу тут разуль ультуется и один и второй и шейкер и без профит убивают за счет этого некропоса умирает тут от радика шадоу демон и андайн далеко не уйдет я думаю у анденга есть мека конечно есть тапа надо нажимать тапа прямо сейчас нет все он не провязывал мекку там шейкер дал хороший стан в итоге никуда он не уходит это 4 в 0 4 в 0 это звучит не очень здорово сейчас становится 6 в 20 не успела посмотреть итоги боя успела посмотреть как это изменится по деньгам давайте сейчас посмотрим по деньгам это уже будет после этого тавера которого сейчас заберут около 10 тысяч 10 тысяч и тревожный звоночек бкб конечно появляется но как останавливать к шейкеру уже летит даггер я подозреваю да это даггер для шейкера тут выход пытаются сделать ну сейчас убьют конечно тут шейкера а нет юла пытаются подсей шейкер шейкер пока пытается мансить но нет приговаривает тут шаду демона оуу шаду шаман пройдется стампит и уходит тут конечно холли полония приговорил страйка но этой смертью ничего особо не изменится да там какую-то сумму денег отыграли но не сильно под бафом дазла идут баф кончается 15 секунд до нового тир-1 скорее всего будет дефать мне кажется пройдется глиф ульта аппарата хорошая летит стан дабл-эдж стирают быстро шаду шамана ондайн пока живет но это ненадолго пройдет тролль бкб кладется сетка и в сетке он просто бесполезный ничего не может сделать бкб кончается и сейчас будут цеплять и одного и второго некропус тоже встреет минус тролль-варлорд некропус пытается убежать имеется у него рипер можно на разводе в принципе кого-то кинуть но нет никуда отсюда не уйдет просто суицидится тут крыса и это опять 4 в ноль в принципе это гг тут будет уже отыграться крайне тяжело к наге уже скоро прилетит манта стайл это после траволов то есть это очень жесткие тайминги 23 минута сток иитмов тринадцатичный творец одиннадцатичный творец удаст профит перефарм лютейший по деньгам свыше 10 тысяч около 12 плюс тавер только что упал до аганима ничто парешен 600 монет с экзорцизмом заходит на т3 ставится тамба ну и тамба это проблема под тамбой драться никому не хочется хорошая ульта нет опять ульта заходит такая хорошая как ожидается заходит она только по одному дазлу пытается зафокусить кентавр кентавр все терпит под пайпой в принципе пока не чувствует умирает холли полония также встреет у нас и люцифер люцифер надо прорезать бкб и убегать нет убегает он и так просто мог тут застанет шейкер все было бы не очень круто пока выжидают имеется трампил кентавра он тригенится если не будет фармить сейчас лиса да он это не делает просто тригенится иллюзии наги продолжают пушировать ну и это был файт просто убрали шадоу шамана похарасили тир 3 за следующий заход тир 3 упадет нужно забирать рошана сейчас кобря забирать рошана не париться ничего не выдумывать не нафить лишний раз мало ли что просто спокойно все задевардить завардить забрать спокойно рошана отдать рошана точнее с какого нибудь кентавру не знаю дес профит и пойти закончить игру нагу идёт на базу получать свою манту и тяжело тяжело эндом сейчас придётся вот он блудстоун некропуса не знаю пока что я не вижу толку от него что было что не было это блудстоун а в случае когда твоя команда проигрывает блудстоун он крайне неэффективен всё таки берут этот артефакт чтобы на нём было много зарядов а когда враги доминируют тяжело тяжело эти заряды набиваются 2500 сверху тараски имеет у нас редзор не знаю что будет покупать может быть хекс какой-то может быть вообще рефрешер шива ну выбор большой дес профит пытаются забрать рошана скорее всего будет рошан через экзорцизм мигает мигает сюда мандайинг кроу и видимо знают знают об этом да зашли прям по вижену вроде как кентавр тут может подстрелять имеется у него даггер нужно ему отсюда уходить входит сюда шадоу-шаман понимает где находится кентавр но сделать ничего не может в теории немного сплитпуширует нага сплитпушит очень сильно упадёт тут т2 и трой варлор динает однако но все равно нагу тут никак не убить хотя 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 очень отлично подлает тут шадоу-шаман ну зря тут слип конечно был провязан я тоже что-то что-то думал насчет того что серпент это добьют нагу даже во время слипа однако зацепили не думаю что это произойдет тут долго долго нага задержалась надо было оставлять иллюзии просто уходить тавер с динаем нага умерла но это ничего страшного на самом деле линии запушены сейчас и сейчас самое время задевардить и забрать рошан аганима имеется у линж оперейшена а блэдмилл покупает себе кентавр сверх пайпа кентавр становится такими жирным жирным таргетом который бить не очень хочется зацепили покупает себе мистик став не знаю будет ли это хекс будет ли это шива я склоняюсь к большему варианту с шивой шива тут смотрится получше мне кажется хотя физ урона такового ну хотя нет довольно много физ урона плюс минус армор большой от дазла в принципе чего может пригодиться цепляю дазла и дазл в три нужен сайленс сайленс это минус дазл год лайк у редзера 10-1-3 имеет счет дазл профит отличная игра еще становится 8-26 один ган 15000 земграфик немножко пошатнулся с убийством наги ну все нага возродилась надо забирать рошана и заходить на т3 заходит резер будет лидер да лидер забирают рошана и кентавр с нагой отвлекают внимание запушивают линии не дадут спокойно зайти и драться за аэгис просто увидишь что нага делает постоянно подпушивает линии забрали рошана падает т3 все очень плохо шива уже приобретается дес профит правда нет экзорцизма стоит мне кажется подождать экзорцизма аэгис все равно действует 6 минут там или 5 сколько он действует не суть важно но нет решают не дожидаться экзорцизма решают пойти сейчас на самом деле не знаю куда спешат кобра дазл тут ошибается дазл это еще один килл 8 27 6 3 9 имеется шейкер ну на самом деле мне игра пока не особо нравится по моему с пиком намудрили очень сильно энды какой-то такой не до агрессии не до пуш в итоге ничего такого реализовать не получилось от иллюзии заходят спокойно и начинают начинают нервировать крипы вообще не живут они сдуваются очень быстро линия постоянно будет пушиться характер на живой барак ставится тамба тамбу надо разбить пытаются это сделать редзер с кентавром стампит минус кроу ставятся серпенты начинается файт быстро пока что размер размен 1х2 выживает утрой варлот благодаря бкб и продолжается пуш надо убить серпенты надо убить серпентов чтобы они не харасили за счет этих серпентов конечно смогли смогли как-то отбиться и встриет некропос это минус некропос не знаю почему он приходил так близко что он пытался сделать видимо пытался убить рипера со своего нагу не знаю без профит но не получилось цепляет шапку шамана шапку шаман встрял но нет форстаф его спасает встрял тут уже тролль варлот бкбшки нет это минус тролль варлот бьем год лайк уже у резер заслайер ну надо писать гг 931 падает мидл до тролля 53 секунды имеется ли у него байбек или нет а байбек имеется почему его не делать я не знаю ну нет все разбегаются все разбегаются 931 по деньгам за 20 тысяч нага продолжает формировать у наги уже тараска да у наги уже готовая тараска это уже четвертый слот очень полезная инфа потому что шейкер поезд во время игры нам это всем конечно очень интересно знать но в любом случае не знаю почему не написано до сих пор гг все таки ну нет шансов отыграться у эндроф нага будет постоянно так делать постоянно спит пушит линии постоянно линии будут у вражеской базы и я честно не знаю кентавр перепугался поражал стампит вот нага уже здесь проезжает иллюзию и уходит иллюзия сейчас подойдут и будут харассить т3 и медленно но верно т3 будет падать т3 решает просто бить героев зачем то так цепляют двоих и что пытаются сделать пытаются просто много отвлекать внимание или что не знаю зачем был провязан слип этот в любом случае цепляют троллял троллял есть бкб надо провязать бкб почему бкб не провязано было я не знаю он умирает из-за этого байбэк имеется надо делать байбэк падает т3 байбэк тролли варлорд кентавр бьет тамбу тамба минус и как обиваться шадоу шамана нету байбэка естественно нету шейкера есть и хслам шейкер может прыгнуть хорошо прыгнуть на то это готовится шейкер встать в позицию вот она вот сейчас надо прыгать отличная хаслэм отличная писсура все тут делают грамотно и просто не выпускают из-за этого своих оппонентов это минус 4 байбэк делает некропос это еще и минус дазл некропос этот байбэк ничего уже не решит пытается убить кентавру которого пайп не знаю почему но это минус крыса и 9.38 заканчивается первая игра побеждают кобра интернешнл ГГВП честно не знаю не знаю даже как-то трудновато было комментировать это очень странный пик у эндов надо бы им пересмотреть свой пик в следующей игре потому что против наги сирены было играть этим пиком трудновато единственное кто хоть что-то мог сделать наги сирены это шадоу шаман через хекс то есть он мог ее ловить было это один раз на топе вот видим как раз таки одна смерть у наги сирены там на топе ее подловили зажали в серпент и она не смогла выбраться ну в любом случае 1.0 вторая игра через буквально 5 минут никуда не уходите тут будет сейчас тишина на стриме музыку я пока не разобрался можно ее включать или нет и скоро увидимся никуда не уходите уходите на острове уходите вот 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 вот